Продолжение следует... 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 Представляю из 706 пациентов, из которых 280 получали после органозаберегающей операции лучевую терапию. Здесь группы низкие, умеренные и высокие риски, и индекс, который на это указывает. И исследование показало, что у больных с индексом 4,6, то есть низким риском, нет различия от частоты рецидивов между хирургическим лечением и направлением лучевой терапией. У больных с умеренным риском лучевая терапия достоверно уменьшает частоту локорегиональных рецидивов, и более достоверно усиливает это при высоком риске. Однако, видите, внизу таблицу авторы рекомендуют использовать при низком риске только экономную операцию, при умеренном риске экономную операцию с последующей лучевой терапией, и мастектомию при очень высоком риске. Почему? Потому что и проведенная лучевая терапия, после проведенной лучевой терапии и мастер-экономной операции у 40% больных возникает локальная рецидива. Если замените, вот в третьем графике у всех больных, которым провели экономную операцию, возникает локальный рецидив. В литературе имеется достаточно много данных и ретроспективных и проспектированных анализов, на нескольких из них остановлюсь, на самых больших. Вот этот анализ включает ретроспективные более 10 тысяч больных, из которых в половине проведена лучевая терапия. И мы видим, что лучевая терапия примерно в два раза снижает вероятность ипсилатеральных рецидивов после проведения органов сберегающих операций. Это за 10 лет. То же самое за первые пять лет она снижает примерно в половину вероятность рецидивов и снижает ежегодный прирост этих рецидивов в течение первых пяти лет. Таким образом, лучевая терапия уменьшает вероятность появления локальных рецидивов примерно на 60%. Кроме этого, дополнительная доза 10 грейн на ложе опухоли снижает дальнейший рост риска локальных рецидивов еще на 55%. И добавление томогосифена к такой комбинации лучевой терапии и хирургии снижает риски как ипсилатерального, так и контрлатерального рецидива. И в этом исследовании не восстановлена группа больных, которым не стоит проводить лучевую терапию. Еще одно исследование, не рандомизированное, но перспективное, в котором отбирались больные с достаточно низким или умеренным риском. Это больные с низкой и умеренной степенью злокачественности, с размером менее 2,5 см, краем более 3 см, это одна группа. А вторая группа В, где размеры были совсем незначительные, меньше сантиметра, а края были больше 3 мм. Больные набирались в течение 19 лет, и в исследовании показалось, что частота рецидивов возрастает по мнению увеличения срока наблюдения. И частота рецидивов после одного хирургического лечения возрастает у больных с высокой степенью злокачественности, даже при такой небольшой опухоли, по сравнению с пациентами низкой и умеренной степени злокачественности. В онкологическом институте Нью-Джерси по этим же критериям в этот же период были набраны еще больше 200 больных, которым проводилась лучевая терапия, доза 50 грей на всю железу и 14 грей дополнительный буст. Мы видим, как значительно уменьшилась за наблюдение за 7 лет частота локальных рецидивов в обеих группах, причем различия в частоте рецидивов между пациентами с низкой, умеренной и высокой степенью злокачественности нет. В этот же период была набрана еще одна группа пациентов по этим же критериям включения Е5194 исследования, которым проводилось ускоренное частичное облучение молочной железы с использованием препарата Мамасайт. И здесь получена также очень небольшая частота локальных рецидивов при низком и умеренном раке, хотя экспертная группа АСТР и ЭСТР не рекомендуют проводить вот такой вариант лечения у пациентов, потому что он пока еще не исследован, но исследования эти продолжаются. Это нам вчера сообщил и доктор Ореша, тоже профессор, наш коллега. Поэтому мы скоро узнаем результаты этих исследований. По заключениям, по всем этим исследованиям, были представлены факторы более высокого риска эпсилатеральных рецидивов у больных, получавших органы, изберегающие операцию и лучевой терапии. Это возраст моложе 60 лет, большой размер опухоли, высокая степень злокачественности, вовлеченные небольшие края. Было показано, что адъювантная лучевая терапия уменьшает риск рецидивов у больных с протоковым раком более чем на 70%. А среди больных низкой, умеренной и высокой степени злокачественности, получавших тамоксифен в комбинации с органом, изберегающей операцией лучевой терапии, в сроке 5-7 лет не было выявлено локальных рецидивов. Я сейчас представлю метаанализ, на который ссылаются все, кто изучает влияние лучевой терапии у этой категории больных. Он включал метаанализ более 3700 пациенток, которые были разделены на две группы, получавшие лучевую терапию в дозе 50 ГРИ и не получавшие. И это исследование показало, что добавление радиотерапии после органно-сберегающей операции снижает риск эпсилотерального рецидива на 50%. Это все рандомизированные исследования в течение как 5, так и 10 лет. В этом метааназе тщательно были исследованы все факторы прогноза. Я покажу, чем старше, тем больше лучевая терапия снижает вероятность локальных рецидивов. Варианты операции туморектомии или секторальной резекции не оказывают влияния на частоту рецидивов. Томоксифен достоверно снижает частоту локальных рецидивов, а добавление лучевой терапии в эту группу значительно усиливает снижение показательных локальных рецидивов. Все это показано на графике. Вовлеченные края значительно увеличивают вероятность появления локальных рецидивов. Наличие комедонекроза также увеличивает вероятность рецидивов. Увеличение размеров опухоли увеличивает вероятность появления локальных рецидивов. Лучевая терапия снижает вероятность локальных и псилатеральных рецидивов. В центре показано, что она не снижает число контрлатеральных рецидивов локальных и не влияет на частоту появления отдаленных метастазов. И не влияет на все виды гибели пациентов, как здесь показано, связанные с болезнью, не связанные с болезнью, а всех других видов гибели пациентов. Это еще одно исследование, также рандомизированное исследование США, где было 1800 пациентов, получали после секторальной экзекции лучевой терапии тамоксифен, либо не получали. И показано снижение 15-летней частоты и псилатеральных рецидивов достоверное при добавлении тамоксифена. Кроме этого, в этом исследовании было показано, что после поведения только одного хирургического лечения у больных, моложе 45 лет, наиболее высокая вероятность получения локального рецидива. И частота локальных рецидивов после операции снижается по мере увеличения возраста. Вот все три дальше кривые, не включая лучевую терапию, здесь получена достоверность между, достоверное снижение между числом локальных рецидивов, между операцией и тремя видами лечения. Наиболее низкая кривая, то есть наиболее меньшая частота лецидивов пациентов, получавших лучевую терапию, это моксифен после оперативного лечения. Имеются уже не только 10-летние результаты, я показал 4 рандомизированных исследования, но и уже 15-летние результаты исследования европейского. И они показывают, что также риск лучевой терапии снижает риск рецидива вдвое примерно, а у каждой пациентки, у которой не проводилась лучевая терапия, возникает локальный рецидив. Если мы посмотрим, что рекомендует страна, у которой самый высокий доход на медицину, медицина получает больше всего, это категория номер один доказательство, самая высокая. Она рекомендует у этих больных проведение лампоктомии без лимфоденоктомии и облучение всей молочной железы в дозе 50 грей. У пациентов с положительным рецептором эстрогенов, и также категория номер один, необходимо добавление в течение 5 лет тамоксифена. У пациентов с краем менее 1 мм можно не проводить повторную реоперацию, а провести лучевую терапию с добавлением буста в высокой дозе. На 12-й конференции в Сан-Галине в 2011 году, где вырабатываются рекомендации по лечению больных ранним раком, на вопрос, можно ли отказаться от одевантовой лучевой терапии у больных протоковым раком в институте старше 70 лет при низкой степени злокачественности, большинство экспертов ответили «да». Но я думаю, что они бы задумались, когда через 3 года появилось новое исследование, 98.04, куда были отобраны пациенты с крайне низкой вероятностью рецидива, это низкая умеренная степень злокачественности, размер опухоли менее 2,5 см в кариатре сантиметра. Это исследование планировалось выполнять в течение 15 лет, но оно было остановлено уже через 7 лет, и было достоверно доказано, что частота локальных рецидивов после лампоктомии и лучевой терапии достоверно ниже. Поэтому я сегодня могу сказать, что сегодня органы, сберегающие операции, лучевая терапия, стандарт лечения больных протоковым браком в институ, а при эстрогенах положительных требуется дополнение томоксифена. Исключение из этих правил – это больные с мультицитрическим ростом, носители наследственных мутаций генов БРСИ1-2, где необходимо выполнение профилактической мастектомии, и невозможность получения хорошего косметического эффекта после органов сберегающих операций. Дальнейшие перспективные исследования, они необходимы для выявления больных протоковым раковым низкого риска, которым лучевая терапия может не проводиться. Возможно, это те больные с низким риском, старше 70 лет, но это надо доказать. А для определения после органов сберегающих операций больных, группы высокого риска, которым необходима дополнительная лучевая терапия на ложе опухоли, необходимо определить величину этой дополнительной дозы, тоже нужны исследования. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович.